Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, дорогие друзья! Причинно-следственных слов и болезней 102-й псалом. «Избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами, насыщает благами желания твое, обновляется подобно орлу юность твоя». Очень красивое выражение «обновленная юность, подобно орлу». Но не все люди знают, как орел обновляет юность. Есть такое выражение, и оно читаемо, оно произносимо, но не все знают, что за этим стоит. Ведь орел живет 80 лет или около того, но с 41-х лет он проживает действительно вот в той первой юности. К 40 годам начинаются у него проблемы. Проблемы с его клювом, который становится тупым из-за наростов, а значит, он не может быстро разобраться с жертвой. Проблемы с его перьями, которые становятся ломкими и не дают ему подняться на такую высоту, на которую он поднимался раньше. И так далее. То есть он становится таким отягощенным орлом. То есть ему не подняться, он не может разобраться с добычей, и, в общем-то, под угрозой смерти живет оставшиеся дни. У него есть выбор – обновить юность. Понятно, что его выбор на уровне инстинкта. Но этот пример не случайно здесь. Потому что, когда мы проходим с вами промежуток жизни и вдруг видим, что что-то нас отягощает, а мы еще не знаем, что с этим делать, то Бог на орле нам показывает, как он заостряет свой клюв. Он поднимается высоко над скалой и падает камнем о скалу, ударяясь клювом, чтобы сбить нарост. Ему это чего-то стоит. Но тогда, когда он с этим клювом разобрался, и опять он у него заострился, то тогда он начинает разбираться с перьями и находится где-то далеко от жизни, от опасности, которая может его каким-то образом накрыть, потому что он в этот момент очень уязвим, так как клювом он выдирает все перья, им надо отрасти по новой. И клювом надрывает или надрезает железы сальные, которыми он, в общем-то, смазывает раны от того, что были вырваны перья. И вот этот смазанный своими сальными железами орел практически без перьев совершенно орлом не выглядит. Он сейчас как курица, но он находится у потока и пьет воду. Единственное, что он может делать, это пить воду. 40 дней происходит эта процедура, пока отрастут новые перья. И он ничего не может есть, потому что он еще не может поймать добычу. Значит, он может только пить. Но проходит 40 дней. Он через эту воду, которую пил, тоже очистил свой организм. И там произошли какие-то обновляющие процессы. И это говорит еще об одном инструменте исцеления, как пост. И мы к нему подойдем. Но сейчас я хочу сказать, что пост, друзья, это усилие, усилие, которое мы прикладываем, не голодовка, а пост. Усилие прикладываем для обновления организма. Когда вода входит в нас и вымывает все шлаки. Но когда организм начинает обновляться, и 3 дня достаточно, чтобы уже определенный процесс обновления был запущен. После чего, после трехдневного поста, вы можете ощущать изменения в ваших вкусах. И вы думаете, раньше я это ел, мне нравилось. Сейчас я не могу даже смотреть в эту сторону. Что произошло? Ваш организм обновился, и никакую подделку не хочет принимать. То, что вас может разрушать. А он хочет настоящего. И вот это настоящее, оно начинает быть вкусным. И это как раз признак, опять же, обновленного организма. Поэтому обновленная юность орла, это нам чего-то показывает, или о чем-то говорит. И это усилие. И потом он еще живет 40 лет, но, правда, уже третий раз так он юность не обновляет. И у нас с вами есть такая возможность сегодня тоже обновиться в Божьих желаниях. Потому что он здесь-то начинает, насыщает благами желание твое. Обновляется, подобно орлу, юность твоя. То есть, если желание пришло разобраться со словами, разобраться с причинами, которые приводят к болезни, этим самым ты принимаешь решение, или помогает тебе это желание принять решение обновиться в юности, подняться опять и летать, получить смысл и цель жизни там, где уже он был потерян. Интерес к жизни, может быть, был потерян. Но тогда, когда ты начинаешь подниматься над этими проблемами, что происходит? Ты начинаешь легко разбираться с теми словами, о которых мы с вами уже говорили. И поэтому продолжим сейчас еще несколько болезней. Мы обозначим. Потому что на самом деле, друзья, мы в числе счастливых людей, кому дал Господь возможность знать суть вещей, а значит, вникать и разбираться с проблемами. Итак, мы уже перечислили несколько заболеваний. В прошлый раз взаимосвязь со словами и с выражениями. Теперь найти отдушину, дать волю своему гневу, перекрыть кислород, чихать на кого-то. Это бронхиальная астма, либо гипервентиляционный синдром. То есть тогда, когда человек может задыхаться. Если подобного рода слова или мысли, которые еще, может быть, не одеты в одежды слов, но они уже есть внутри, и они тоже формируются каким-то настроением, непрощением, или ненавистью, или бессилием, или собственной обидой на себя, заниженной самооценкой. То есть все, что работает на наш внутренний мир, этому очень надо много уделять внимания. Или, по крайней мере, очень серьезно к этому отнестись. «Высасывать кровь, выжимать соки – это вошло в мою плоть и кровь. Это заболевание крови». Поэтому будьте аккуратны и в этих словах. Особенно для тех людей, которые принимают причастие, и кто это делает в церквях в системе, либо кто это дома может делать и благословлять себя, и получать это благословение через призму уже данного инструмента. То есть здесь тоже есть возможность кровь Иисуса Христа, сейчас мы говорим о соке виноградном или о вине виноградном, который человек принимает, просто сказать, что этой крови достаточно, чтобы моя кровь была исцелена. Сейчас мы говорим об этом коротко, потом мы этому уделим больше времени. Просто имейте в виду заболевания крови, они нуждаются в том, чтобы кровь Иисуса туда проникала. Поэтому не просто подходите к причастию, а принимайте и говорите об этом. И, кстати, молитва, которую можете произнести, она простая. Можете сказать так, Господь, я благодарю Тебя за кровь Иисуса Христа, что ДНК Иисуса Христа сильное и мощное, чтобы разрушить всякую аномалию на уровне моего ДНК. И я благодарю Тебя, что Твое ДНК включает Мое исцеленное и преображенное, чтобы мне исполнить свою программу жизни до конца. И можете говорить своей крови, будь исцелена, будь восстановлена, потому что кровь Христа пришла к Тебе. Обращайтесь к себе, к организму через то, что Ваш Дух, Он главенствующая часть. Душа, она на службе у Духа, и тело получает тогда благословение от Духа и Души, потому что мы душой мыслим и произносим слова, а тело получает эти энергии жизни. Вы знаете, удивительно, о чем сказал когда-то Иаков, что язык, он в таком положении находится, что оскверняет все тело. Поэтому если язык у нас начинает что-то произносить, как осквернение на все тело, так и благословение на все тело. Поэтому давайте будем принимать благословение от своего языка, который в таком положении находится. Принимать близко к сердцу. Сердце разрывается, удар в самое сердце. Там человек говорит о своих отношениях к какому-то известию, допустим. Это инфаркт миокарда. Человек совершенно не предполагает, что он может с такими словами вызывать проблемы сердца. Поэтому будьте аккуратны и с этим. Благодарите свое сердце за то, что оно трудится на вас. Благодарите Бога за то, что есть это сердце, которое работает. И на самом деле удивительный диалог можно вести с собственным сердцем, потому что там эпицентр жизни. И тогда, когда у вас есть возможность, или когда вы понимаете серьезность этого, можете говорить, Господь, благодарю Тебя за то, что Ты мне дал сердце, и это место вместилища Твоего. Сердце и Тебя благодарю, что Ты трудишься вместе со мной все эти годы. И удивительное слово, которое вы можете говорить, я дивно устроен, и мое сердце, оно работает в Божьем заданном ритме. Столько лет, столько мгновений, сколько ему отпущено. Благословляем себя, друзья, и этим мы восстанавливаемся. Он и не чешется, не хотел бы оказаться в его шкуре. Легко ранимый, тонкокожий – это заболевание кожи и аллергия. То есть тогда, когда есть чувствительность повышенная, человек это постоянно говорит, отмечает, это может привести к подобным заболеваниям. Ломать голову, рисковать головой, еще головой побейся, сплошная головная боль – это мигрень, это метеозависимости. То есть тогда, когда человек оказывается под давлением собственных речей, сказанных в адрес головы. Конечно, есть от усталости головная боль, но не надо ее концентрированно называть и произносить, а просто говорить, Господь, благодарю Тебя, что у Тебя есть освежение для моей головы сейчас. Мне это необходимо. И более того, правильный режим жизни, который позволит нам и сохранять свою голову в определенном порядке. Хромать на обе ноги. Неустойчивые шатки непроходимые. Это хронические судороги или подагра. То есть все, что связано с ногами, когда человек произносит вот что-то негативное в этом направлении. Выпускать пар, лопнуло терпение, поддавать жару и подстегивать – это гипертония. Когда человек сдерживается внутри и не выпускает, может быть, что-то, а потом выпустит. И вот по факту может произносить такие слова. Слава Богу за то, что мы сами можем для себя выбирать атмосферу, в которой жить. Мы сами можем ее создавать. И если начинает что-то напрягаться, напряжение усиливаться, то не надо это сдерживать внутри, чтобы оно потом лопнуло. А действительно важно с этим разбираться, как с явлением, что я могу продолжать жить в мире. Да, это опять усилие с одной стороны, потому что мир надо хранить. Мир, который превыше ума. Важно его созидать, брать ответственность за какие-то ситуации, просить прощения. Но Господь имеет в виду нам помогать во всем этом, друзья. И я верю, что Он нас не бросает в одиночестве, в этот океан, чтобы мы остались там, сами карабкаясь, кто как выберется. Я хочу вместе с вами сейчас совершить молитву о том, чтобы наша жизнь, она вышла из-под давления обстоятельствами, из-под давления общественным мнением, из-под давления собственного самоосуждения, потому что если занижена самооценка, пойдут эти процессы. И как вы понимаете, вот мы одно заболевание за другим или систему заболеваний можем убирать тем, что мы свои речи начинаем исцелять. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я благодарю Тебя, что могу молиться к Тебе прямо сейчас вместе с народом Твоим. Я верю, что для каждого человека Ты приготовил эту удивительную обновленную юность, подобно Орлу. Но для этого нам необходимо принимать решения и двигаться вместе, не останавливаться, вместе с Тобой, и вместе с теми решениями, которые мы принимаем. И я благодарна Тебе, что могу сейчас покаяться также из-за ту группу слов, которые могли вызывать заболевания у людей. И пусть это сейчас будет осознанным покаянием и отречением от этих слов, чтобы они больше не приносили горьких плодов и последствий. Я благодарю Тебя, что Ты знаешь, как уничтожить горькую жатву, чтобы нам ее не надо было пожинать. Благодарю Тебя, что Ты прямо сейчас берешь в удел эти слова, и кровь будет обновляться каждый раз, когда мы прикасаемся к крови Христа. Я благодарю Тебя за эту удивительную возможность получать обновленную юность через причастность к источнику жизни. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго. До новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok